Всем привет! Вот такая у нас Кополыё красивая после дождя. Я рада, что уже он перестал идти, но зонтик, конечно, со мной, потому что тучки не ушли, и, конечно, я же в красивых своих сапожках, естественно, куда же бы из них даст бантичка, выдумала. Я хотела просто черные купить, просто скромненько, знаете, но не было. Почему-то вот производители вот этих сапожек думают, что самые лучшие это розовые такие, знаете, или зелёные. Вот почему-то вот так они думают, поэтому пришлось ему хотя бы серый, ну, с бантичком. Хотела отпилять его, потом думаю, кто-то в дождь на меня смотрит с этим бантичком, без бантичком. Видите, 5 лир маски он включает, 5 лира, и зонтики сразу продают. Ну, конечно, ну, потому что если дождь не всегда зонтик, ты имеешь при себе, потому что в Анталии не привыкли к дождям, это очень редко, и, в принципе, никто на погоду не смотрит никогда. Вышел, о, дождь пошёл, да ладно, серьёзно. Ну, это, наверное, второй или третий раз за осень дождь идёт. И то уже сегодня такой прям нормальный хороший пошёл. Ну, что я вам скажу, доллар и евро упали. Представляете, столько раз здесь проходила, не видела такой красивый фонтан. Вау. А, наверное, всегда были закрыты ворота. А может, я пролетала. Всегда ж летишь, знаете? Только недавно тут реконструкция была, уже нет ничего. Уже всё наладили. Уже так просто немножечко красили. Видите, какое небо. Такой воздух хороший. Ой, вообще прелесть. Просто. Сейчас пока полыёл, понятно, что шла в маске целую дорогу. Здесь никого нет, и можно подышать. Такой воздух просто. Ещё с моря. Это же с моря. Здесь, кстати, прохладнее в Калеичи. Когда выходишь на Кополуё, теплее, а здесь прям ощущается на пару градусов. Такой воздух просто прелесть. Заворачиваем, заворачиваем. Иду через садик. Посмотри, что там у нас. Ещё осталось. Что растёт ещё? Зелень. Здесь очень круто. Вон, а бананы, смотрите, вот столько осталось. Видно, по одному забирают зачем-то зелёное на память. Ещё не спелы. Очень красиво. Да ладно, обувенили, а ты ещё не успокоишься. Ещё, представляете, сколько месяцев? Наверное, уже полгода, как она растёт. Цветёт, вернее. Всё, надо себе посадить. И эти тоже. Забыла. Ну, всё, забыла. Помолея. По-моему, так. Ой, надо ядамарин пить для того, чтобы девичьей памяти не было. Я откуда знаю, у нас на репетиции всегда хореографа говорила. Мальчик забывал всегда всё. Надо ядамарин пить. Мы запомнили все, что нужно пить. Но никогда не пили. Красивенько. Так, куда-то тащат. Тащат куда-то. Видны. Смотрите, апельсины какие-то. Ну, это может быть не апельсины, а... Видите? Ядамарин надо пить. Опять забыла, как это называется. Ненастоящие апельсины, которые только для варенья используются. Ты красуня. Тебе тут хорошо? Ты себе хвостиком лапки накрыла, и всё? И тебе тёпленько? Ещё и сонная в такую погоду. Я в курточке иду, а она сонная, представляете? Смотрите, как у них красиво всё светится. Ой. Вообще обалдеть. Вот мне нравятся эти лампочки, но здесь очень круто смотрятся. Как тепло. Как тепло. Там, наверное, печки работают. Соба на чалышёр? Печка. Ага. Чалышёр, да? Да, да, у них нагреватели работают. Я спросила, что это когда на дровах? Естественно, на дровах они не используют. Я просто забыла. Да, на тепло включили уже. Посмотрите, там у них голубиный домик, походу. Их там подкармливают. Никогда не замечали, представляете? Так, а что это мы сюда приехали? Не можно сюда заезжать. Нельзя сюда заезжать. Только тем, кто работает здесь. Может он работает здесь? Что это за машина, скажите мне? Какие цивы? Цивы. Здесь, короче, кивик какой-то. Хонга, Юля. Напишено хонда красными буквами. Ну, что такое тогда кивик? Ну, наверное, разнообразие хонды. Я же понимаю, я же профессионал. Я же просто самый лучший профессионал в машинах. Подковы. Понятно, да? Колокольчик для коров. Зачем продают колокольчик для коров? А возможно, знаете, оформление в бары. Вот, ещё здесь недородие магнитики. 3х10. Ну, такие они какие-то уже просто выцвелись все, мне кажется. Мне очень нравятся такие. Привет. Я сегодня решила посмотреть, какие у меня игрушки есть на Новый год. Да, это моя кровать. Помните, она очень высокая. Это специальный заказ для того, чтобы лишний шкаф не ставить. То есть, это, скажем так, лежачий шкаф. Есть лежачие полицейские, а у меня лежачий шкаф. Здесь метр в ширину, и там вторая часть тоже метр. Так, одна ёлочка готова. Она с ибру. Ну, вернее, как, я рисовала ибру, а потом я решила сделать ёлку, и думаю, зачем выбрасывать ибру, если, ну, что-то там как-то, может, не туда пошла линия. Вот я использовала. Если кому-то захочется такую же ёлочку сделать, на моём канале есть плейлист поделки. Не подделки, а подделки. Можете посмотреть очень легко. Ну, не скажу, что очень быстро, но с детками, я думаю, им понравится и будет интересно. Не помню, где вторая. Так, а вот там у меня игрушки. Что у меня здесь ещё есть? Ну, конечно, Юляш не выбрасывала, потому что это оформление тоже на подставку к ёлочке. Вот там у меня все книги. Я не ставила на шкафы, потому что, ну, они тяжёлые. Там и турецкие, и немецкие, по-моему. Юляш начинала учить, знаешь, там. Так, достаю. Все мои игрушечки поместились в одну коробочку с поддобой. Та-да-дам! Все эти игрушечки мы делали сами, я и сына. Если вам интересно, как их можно соорудить, тоже плейлист подделки. Шапочку вот эту мне подарила Юлечка. Так, дальше. Часики это ещё с Шанхая. Надо батарейку поставить. Бабочки это до того, как я ещё ёлку начала оформлять. Мне дали девочки разные лаки, вот это я разрисовывала. Ну, прицепить на ёлку не удаётся, но поставить вот внизу оформление нормально, подходит. Эти конфетки вообще легко делать, там, 3 секунды. Дальше что? Шишки, знаете, где искать? Я в парк пошла, и кроме вот этих больших, я ещё нашла вот эти маленькие. Да. Это какая-то сосна или что? Некоторые я белым покрасила, ну, как и неестественно, естественно. Мне кажется, ещё где-то должно что-то быть. Вот эти подсвечники я брала в Икеа, покупала. Ставлю туда зелёные веточки, очень красиво получается. То есть, с орешками и зелёные, как бы вот так поднимается оно. Я свечи не ставлю, я купила в Икеа свечи, кстати, они очень пахнут. Вот эти свечи такие, очень классные, они очень вкусно пахнут карамелькой. Но это, знаете, на 5 минут. А дальше всё, я не выдерживаю, у меня, ну, прям, за сильный запах. Я поставила их во второй спальне, там никого нет, знаете, запах, как бы, даже не слышно. Вот, ну, вот в эти подсвечники они не подходят. То есть, как оформление я ставлю возле новогодней ёлки. Ну, вот это, наверное, когда сын был, мы один раз зажгли, и всё, и успокоилась я. Потому что, ну, нет, мне сильно очень... Если кто-то любит такие сильные ароматы, пожалуйста, в Икею. Там этого добра много. Я думаю, ещё нужно что-то... Где-то у меня ещё таблистинки должны быть, куда я их делаю. Что-то нужно... Скажите, заколки, Юля, да, я иногда заколки цепляю. Ещё у меня есть такие заколочки, а выдумалые. Это мне подарили, но на волосах, ну, для фотографий можно сфотографироваться. Но так они тяжёлые, оно ничего не держит. Поэтому я на ёлку их цепляю, очень красиво смотрится. Надо будет, наверное, всё-таки ещё допридумывать, да, чтобы интересненько было. Вот. Я всем желаю хорошего дня. Ну, слышите, у меня опять ремонт. Где-то пиляет что-то. Если вам мои видео нравятся, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, и пишите комментарии. Целую вас, люблю и обнимаю. Спрашивали, как пожевать мои помидоры. Вот так пожевать. Видите, сколько? Раз, два, три. Да. А тут что-то... То есть один... Один. Два, три. Четыре. Смотрите, красный, я не видела. Я не видела, у меня первый красный помидор появился. А-а-а, красота. Это всё, это всё. На сегодня праздник серый красный помидор, я даже не видела. Да, круто, круто. Ну, ведром я не буду собирать помидоры, но я думаю, немножечко попробуем. Продолжение следует...